Ну что, ребятки, укрылась я одеялюшком, сейчас же ночь, да, у меня ребенок спит, поэтому я буду так рассказывать очень тихо, но у вас же микрофон, все равно идет этот звук, да, я думаю, что у вас будет очень даже неплохо, ну что, у нас почему-то, я не знаю, у меня ребенок потеет, он лежит, а я что-то, короче, мерзну, все, я тут одеяльцем накрылась и решила заснять для вас видео, видео о статусах женщины, да, психологических статусах, я же вам обещала его заснять, дело все в том, что если бы я его снимала во Пскове, это было бы не то, а тот факт, что я сейчас в Питере нахожусь, да, смена обстановки, и у меня сейчас ум, как бы сознание, оно как будто прояснилось, поэтому я с вами сейчас поделюсь именно теми мыслями, которые, ну вот у меня, которые снизошли на меня вот именно сегодня, короче, у нас, у женщин, я сейчас про женщин буду, я про мужчин ничего не знаю, ребята, вы меня, мужики, извиняйте, все, что буду говорить, будет касаться только женщин, потому что я считаю, что даже вот если психологи, да, мужик-психолог, извини, если, как бы, там какие-то женские вопросы, ну, ты не поймешь, да, мужик-психолог больше для мужиков, для баб, психолог нужна больше баба, да, если это касается каких-то таких моментов, да, почему, потому что, ну, вот как мужик поймет, да, вот ПМС, да, там, послеродовая депрессия, нет, ты, конечно, это можешь все понимать, да, с точки зрения психологии, но досконально понять, ну, ты не сможешь, да, поэтому я сейчас буду только насчет всего женщин, да, говорить. До рождения ребенка, до рождения ребенка, да, там, как правило, у нас какие статусы, да, мы женщины, да, мы начинаем отношения с мужчиной, да, мы имеем статус какой? Женщины, да, любовницы, да, назовем это статус любовницы, да, женщина-любовница, да, еще же есть женщины, которые, ну, уделяют максимум внимания своей карьере и работе, да, женщина-трудоголичка, да, трудоголичка, вот, после того, как женщина родила ребенка, да, у нее появляется еще один статус, да, родитель, ну, кстати, к мужчинам это тоже применимо, да, у мужчин тоже эта фигня есть, статус родитель, или там, женщина-мать, ну, давайте назовем женщина-мать, да, ну, то есть, давайте вот эти три статуса мы сейчас возьмем, понятно, что еще могут быть какие-то, но вот эти основные, да, я женщина, я любовница, да, женщина-любовница, я мать, я женщина-мать, я родила детей или одного ребенка, да, и я трудоголичка, трудоголичка это когда, как бы сказать, я примеряю на себя и роль и мужчины, и женщины, я бы так сказала, то есть, одно дело, когда ты просто реализуешься, да, а другое дело, когда ты погружаешься в профессию так, как будто бы ты мужчина, ну, я думаю, вы меня поняли, да, когда мы не можем, или как, или не хотим, что ли, совмещать эти все статусы, да, да, потому что мы же женщины, некоторые женщины, мы же хотим усидеть, как бы говоря, жопой на всех стульях, да, мы хотим быть и тут, значит, и тут я любовница, и тут я, значит, мать идеальная, и тут у меня карьера, да, но так не бывает, да, так не бывает, и поэтому у нас у баб начинается конфликт внутриличностный, да, из-за того, что мы не можем, ну, усидеть жопой на всех стульях, да, мы не можем это сделать, а нам хочется, да, ну, давайте пример из личной жизни, да, вот, например, муж меня не понимает, да, он не понимает, не понимает меня, ну, например, да, он мне говорит, там, уложишь ребёнка спать, ребёнок заснёт, ты там ко мне приходи, да, там ночью, да, ну, например, да, мы спим раздельно, приходи, я задолбавшись с ребёнком, значит, там это вся прямо вот в этих вот материнских делах, я просто, не знаю, нахожусь живу в этом статусе родителя, да, и я не могу сразу быстро переключиться, да, вот я только-только тут уложила ребёнка спать, чистила ей зубы, мыла её, причесывала, кормила, там всё делала, и тут вдруг мне надо переключиться на статус любовницы, я не могу это сделать быстро, вот по щелчку, да, вот уложила ребёнка спать, и всё, я к мужу побежала, да, я мужу это объясняю, говорю, ты понимаешь, что нет, я как бы могу сыграть роль, изобразить, но это будет неискреннее, ну, тебе не понравится, ты почувствуешь фальш, ты поймёшь, понимаете, да, о чём я говорю, и я ему объясняю, что нет, не сейчас, не сейчас, я не могу, я сейчас не в том эмоциональном состоянии, и это я могу отслеживать, да, другие женщины, конечно же, они этого не отслеживают, и они просто, как бы сказать, себя насилуют, ну, не только их муж как бы насилует, да, они ещё и себя насилуют, и это ведёт к внутрилличесному, личностному конфликту, да, ну, как бы в моём плане это мне легче, да, мне легче в том плане, что я уже начала понимать, что происходит с моим телом, да, что я чувствую свои желания, понимаю своё состояние эмоциональное, это как бы уже полбеды, те люди, которые вообще даже не понимают своего эмоционального состояния, да, а просто себя принуждают, например, к занятию сексом с мужем, тогда, когда они не в том состоянии, да, это приводит к более тяжёлым последствиям, да, ладно, я разобралась с тем, что, да, я понимаю, что сейчас, например, я нахожусь в таком-то психологическом статусе, назовём это так, да, сейчас я исполняю роль родителя, я мать, тут я могу переключиться, я уже любовница, да, и тут я могу и уже идти по профессиональной какой-то линии, да, но что я заметила, что вот это переключение, оно не так просто, то есть, как я говорю обычно, сейчас я скажу очень грубо, но очень понятно, да, невозможно вот сейчас вот, да, держаться за член, да, а через пять минут там подтирать задницу ребёнку там или менять подгузник, понимаете, да, понимаете, о чём я говорю, да, так быстро это не получится, и женщины, которые говорят, а я везде, я вот и тут, и я тут и любовница, и тут я, тут идеальная мама, и тут у меня ещё карьера, это бред, это бред, жопой на всех трёх стульях не усидишь, не усидишь, везде идеальной на сто процентов не будешь, что делать с этим, да, но я сейчас вот обращаюсь именно к тем, кто меня понимает, то, что сейчас кто-то посмотрит, скажет, ой, это вообще не так, это всё не так, она там чушь городит, вот, я сейчас обращаюсь к тем, кто меня как бы понимает, о чём я всё-таки говорю, да, что делать, что делать в такой ситуации, когда ты понимаешь, что, ну вот, ты не можешь, ты хочешь усидеть на всех стульях, или ты не хочешь, ты просто не, ты даже не понимаешь, что делать, тебе же общество это диктует, это модель поведения, что ты должна быть везде вот такая вот, да, нужно, ребятки, мне выбрать какую-то, какой-то для себя главный статус, один, один главный статус, ну, как, знаете, как тема в мобильном телефоне, да, ты выбираешь главную тему, да, вроде как бы задаётся общий цвет, да, но всё как бы остаётся прежним, да, ну, то есть, грубо говоря, я выбираю, например, статус, основной мой статус по жизни, я мать, и я мать, да, это преимущественно моё состояние, да, я там, неважно, сколько детей, там, у неё может быть один ребёнок был, может, там, у неё быть пять, десять, да, сколько угодно, да, но основной смысл как бы её существования – это материнство, да, а всё остальное как бы, ну, так, как бы сказать, ну, когда, когда, как и что, да, ну, да, вот сейчас давайте остановимся, я вас попрошу, знаете, что сделать, вот я вам сейчас буду рассказывать, да, вот эти вот примеры, да, а вы попробуйте вспомнить среди своих знакомых, да, вот кто сразу вот под этот статус и подпадает, да, вот я вам сейчас первую назвала, да, вспомните, может быть, у вас есть такие знакомые, вот чисто женщина-мать, да, вот она вся такая, вся в материнстве, её ничто не волнует, она, может быть, также где-то работает, но это для неё вообще не важно, так чисто работает, да, за собой не следит, за собой не следит, может быть, у неё лишний вес, она не красится, да, она, у неё нет хобби, у неё нет интересов, у неё вот вся жизнь идёт в детево, да, и вот у меня есть такая знакомая, да, я вам рассказывала, вот ты встречаешь её, да, у неё разговор только о детях, достижения в жизни её, всё сводится к достижениям её детей, она не знает, что ещё рассказать, у неё всё, вот вся тематика – это вот дети материнства. Вспомнили кого-нибудь из своих знакомых похожего, да, типа? Далее, следующий момент. Давайте, женщина-трудоголичка, да, трудоголичка, которая перенимает на себя некоторые моменты вот мужского характера, да, вот это упёртость. Она может быть очень красивой, она может быть очень сексуальной, она вся такая, она может быть в ту, и мать хорошая, у неё там и дети могут быть, у неё может быть 10 детей, опять-таки, или один, неважно, да, но, как правило, она либо в разводе уже, да, либо она мать-одиночка, либо у неё есть муж, но муж у неё как-то всё время на заднем плане, и она его всё равно в профессии перескакивает, то есть всё равно она вот везде выпячивает прежде всего свою профессию, да, то есть она может быть по всем параметрам внешне идеальна, да, но вот профессия её, это всё-таки, это вот, это самое главное, да. Вспомнили кого-нибудь из своих знакомых? Вот у меня сразу образы, ну, вспоминаются, да, вот сразу нашла уже себе какого-то из своих знакомых по памяти. Третий момент – это женщина, да, женщина, тип, да, состояние любовницы, я бы так назвала, я женщина, я любовница, да, это такие женщины, опять-таки, у них могут быть дети, даже несколько, у них может быть и работа, да, но они в первую очередь, на первый план ставят, как бы сказать, вот свою самореализацию, не в деньги, да, вот они не то, что там они деньги зарабатывают, нет, они очень ухоженные такие все, у них очень много интереса в жизни, они сами такие все интересные, у них есть какое-то хобби, то есть у них такой какой-то, ну, смысл в жизни есть, да, то есть, ну, опять-таки, говорю, все, все то же самое у них есть, как и у всех, да, у них есть муж, как правило, да, не как правило, а у них он есть, да, у них в обязательном порядке есть муж, потому что если, значит, как бы вот во втором статусе там мужа нет, да, в первом он тоже есть, вот во втором его, как правило, нет, да, то здесь, конечно, для женщины очень важен муж, ну, либо не муж, либо у нее точно всегда есть любовник, да, то есть она всегда ощущает себя женщиной, вспомнили кого-то, вспомнили, я тоже вспомнила, у меня, кстати, есть очень хороший пример, женщина, причем уже довольно-таки в таком возрасте, ну, вот реально, тип, да, я женщина, я выбрала для себя статус, что я, ну, больше я женщина, да, то есть остальное, остальное как бы уходит на задний план, ну, и просто нужно понять, что нужно сопределиться с каким-то основным статусом, да, не пробовать усидеть жопой на всех стульях, а все-таки выбрать для себя, что важнее в жизни, да, что либо дети, либо карьера, либо я, я, я женщина, я моя, вот как раз-таки вот эта, кстати, творческая энергия и энергетика, она как раз вот именно этих женщин касается последней, да, вот я, например, для себя поняла, что я себя ощущаю, вот как бы сказать, полностью гармоничной и счастливой именно в статусе, вот этой, в статусе женщина-любовница, да, то есть, например, материнство, да, вот это вот оно, я женщина-мать, да, нет, не мою, это у меня тревога, я как бы профессия, да, я карьера, это тоже мне очень, все, все, тревога, и единственное, где я могу расцветать, где я могу быть собой, это вот в статусе я женщина, да, но опять-таки все остальные статусы, они присутствуют, просто они не основные, они как бы тоже, все, мы держимся, да, все мы делаем как надо, да, но основной статус, которого я поняла, что я должна держаться, это все-таки вот этого статуса я женщина, я любовница, да, еще раз говорю, прекрасное выражение, да, усидеть с жопой на нескольких стульях не получится. Вот эти все внутриличностные, внутрисемейные конфликты, я считаю, они именно и происходят, потому что мы все никак не можем определиться со своим психологическим как бы статусом, кто мы, кто мы в этом мире, да, ну не знаю, ребятки, я еще раз говорю, я видела, ну, как сказать, я видела много женщин, да, я вот, например, сразу когда вижу, как женщина себя ведет, я понимаю, блин, я бы так не хотела, я бы, я вам рассказывала, что я не могу общаться с женщинами, которые, вот они чисто, у них все сводится к детям, вот это вот все, все материнство, дети, вот они, они общаются, они друг с другом обращаются на почве детей, знакомятся в детских садах, общаются, я не могу просто, это просто не мое, не мое, вот эти все какие-то общие посиделки, там, общий день рождения, это не мое, опять-таки, карьера, карьера, профессия тоже не мое, я не хочу быть бабой-мужиком, да, ну, понимаете, да, я не хочу обладать какими-то мужскими качествами, и единственное, что я хочу, я хочу быть женщиной, я хочу чувствовать себя женщиной, и вот сегодня, ну, не сегодня, да, нет, сегодня, почему, ну, уже вчера, вот всю поездку, да, в Питере, я так хотела отдохнуть, но я так и не отдохнула, потому что я поняла, что я всю поездку пребывала в статусе родителей, в статусе женщина-мать, этот статус абсолютно для меня чужд, я в нем отдыхать не могу, я в нем как на работе, пашу, 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 потому что я постоянно, то есть, как бы сказать, стараюсь быть идеальной мамой, да, а для меня это очень сложно, вот эта вот ответственность, да, все это нести, я поняла одно, что отдыхать обязательно мне нужно одной, без детей, потому что я хочу чувствовать себя, ну, вот этой вот женщиной, да, я хочу чувствовать себя творческой личностью, да, чтобы, ну, говорю, так сложно объяснить вот эти все, это даже не подается объяснению, потому что словами не объяснить это состояние, да, состояние, в котором ты, как бы, ощущаешь себя самим собой, ты вот находишь эту связь с этой сущностью, которая бессмертна, которая знает, кто она, что она, понимаете, вот напишите мне, для кого из вас близко это состояние, да, кто понимает, о чем я говорю, да, вот именно это состояние, когда ты не играешь какую-то роль, не исполняешь какую-то социальную роль, которую, да, а когда ты являешься самим собой, настоящим, да, вот кто из вас встречался с самим собой, да, кто знает, какой вы на самом деле, да, и чего вы на самом деле хотите, да, это же очень важно, то есть очень важно себя узнать, познать себя.